приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сетникова посмотрите какая красота у меня уже вырисовываются какой красивый ажурный и очень нарядный поясок подойдет под платьем классического силуэта строгая так скажем даже не знаю может быть даже и под свадебное платье подойдет этот красивенный поясок и как вы видите в этом поясе не хватает завязки или я бы назвала застежки то есть нам нужно как-то одевать этот пояс и как я ранее говорила что сюда подойдут шнурочки купленные в магазине для рукоделия специальные шнурочки либо можно связать шнур самостоятельно при помощи вот такой мельницы где купить мельницу ссылку оставлю и под этим видео а вообще уже эта ссылка давно гуляет у меня на канале и я думаю что вы это заметили и как раньше я обещала что я покажу как работает эта мельница и расскажу о некоторой тонкости которую нужно применить при работе с этой мельницей иначе ничего не получится она просто может сломаться итак мои хорошие при помощи при помощи своего любимого оператора я постараюсь донести всю информацию по работе об этой мельнице и я думаю что мы с вами с легкостью свяжем шнур который будет служить застежкой для этого красивого ремешка и так мои хорошие смотрите мельница к мельнице вернее прилагается вот такой груз этот груз для того нужен чтобы привязать его к ниточке и потом он будет подтягивать связаны нами шнур и так что мы делаем в первую очередь берем ниточку и пропускаем ее вот сюда вот сюда в отверстие вот она у нас вышла замечательно теперь просто вот здесь я обычно делаю вот такую петлю она потом отрежется чтобы вот так вот в этот крючочек и привязываем привязываем наш груз все груз привязан он будет тянуть нашу ниточку которая пропущена в нашу мельницу сейчас наверное сделаю другой фон эту красоту мы уже видим видели чтобы было более понятно итак мы подвесили наш груз вот она ниточка вот она на теперь мельницу не видно ну ладно пусть уже будет так теперь то о чем я говорила важный момент у вас от клубочка должно быть отмотано достаточное количество нитки побольше отмотайте чтобы вот эта ниточка была так скажем воздушном состоянии вот это очень важный момент для работы с этой мельницей теперь вот так вот рукой я придерживаю сейчас когда начнет работу мельница вот здесь вот начнет подтягиваться и все будет замечательно и дальше вот смотрите просто начинаю вращать ручку мельницы начинаем вращать и сейчас начнет плестись нож к сожалению прервала видео потому что не могу сделать ракурс больше но поверьте мне на слово то есть вот этот груз у вас должен висеть мне просто не хватает высоты для камеры чтобы все вам показать и просто вращаем и вот эту ниточку следим за тем чтобы она не закончилась отматываем ее от клубка как только видим что натяжение меняется или ниточка заканчивается прекращаем вращать нашу мельницу отматываем ниточку и теперь вот опять воздушная ниточка получилась у нас она свободно поступает в нашу мельницу главное чтобы не было вот здесь слишком большого натяжения просто тогда сломаются иглы в этой мельнице вот видите уже видно что все иголочки у нас в работе и что наш шнур начинает потихонечку вот отсюда появляться вот он этот шнур но здесь как бы на трех петлях он еще связан я просто когда свяжу полностью и вытащу шнур покажу что с этим сделать но пока просто вращаем нашу мельницу и вяжем наш шнур посмотрите что у меня уже получилось вот такое количество шнура у меня вылезла из мельницы мне его недостаточно но мне уже не хватает высоты чтобы поднимать мельницу вверх что мы теперь делаем вот видите вот это неправильно и так скажем плетение это самого начала у меня получилось здесь много потому что я показывала вам в камеру и как бы ну очень долго шел шнур на трех крючках как правило когда это делаешь в более удобном положении вот этого расстояния получается гораздо меньше но не ладно неважно мы потом это все срежем и все у нас будет замечательно так вот теперь нам нужно просто чтобы так скажем была высота у нас чтобы нам не поднимать руки к потолку мы просто перебрасываем вот сюда наш крючок наш груз и вот так вот делаю я такую петлю когда шнур уже длинный и вот так вот цепляю здесь грузик потом естественно еще провязывается какое-то расстояние и мы опять скручиваем наш шнур это для того чтобы вы ну как бы не поднимались к потолку потому что шнур иногда бывает полтора метра и вам не хватает расстояния но руки все выше выше и выше поэтому мы вот так вот переснимаем наш груз и работаем дальше итак мы связали шнур нужной длины я потом скажу когда вытащу шнур из машинки расскажу вам какая у меня длина конечно же вы делаете ту длину которая нравится вам все отрезаем вот здесь ниточку и просто вот так прокручиваем нашу мельницу сейчас все петельки соскочат с игл и шнур упадет просто с обратной стороны мельницы если не падают час мы крючком поможем и так мы вытащили наш шнур с машинки сказали ей спасибо у нас вот 4 петельки вдеваем по часовой стрелке там где у нас идем вот петельки где у нас ниточка и теперь просто вот так вот их ниточку протаскиваем через все петли все вот такое красивое закрытие видите как аккуратненько и замечательно получилось это мы закрыли шнур с нашей ну там где мы отрезали ниточку и вот шнур где не кроме начала значит нам нужно просто распустить так вот я срезаю и мне просто нужна ниточка чтобы потом пришить красиво бубенчик здесь получится так ну как бы мы в обратную идем да но мы аккуратненько вот это все распустим до того момента где у нас уже будет красивый шнур то есть вот сюда и здесь потом также закроем петли вот я дошла до красивого шнура распустила некрасивая и таким же образом видите какая у меня длинная получилась ниточка это то что я распустила некрасивый наш шнур все второй наш кончик тоже достаточно смотрите красиво закрыт что один что второй теперь я сделаю бубенчики и вот этой ниточкой потом привяжу сюда эти бубенчики шнур у меня достаточно длинный получился сейчас скажу сколько сантиметров это мой хороший муж мой шнур составляет сто тридцать шесть сантиметров и я решила показать вам как я буду делать бубончики к этому шнуру нашла вот такую картонку была картонная коробка это высота моего бубона ну это такой не круглый а удлиненный бубончик в общем теперь я просто наматываю видите здесь вот сделала вот такие зазубринки чтобы мне удобно было наматывать и наматываю сюда ниточку просто беру вот так вот и мотаю конечно чем больше ниточки тем ваш бубончик будет пышнее я собственно говоря хочу такие тоненькие бубончики в виде колокольчиком да и вот так вот наматываю ниточку ну вот намотала я нужное количество мне ниточки решила что хватит и теперь вот просто ножом вот сюда вставляю и вот так вот срежу в камеру не буду показывать мне просто нужен другой наклон можно сделать ножницами как вам удобно вот так вот я срезала ножом вот эту ниточку сейчас я от клубка тоже отрежу аккуратненько все это снимаем и вот он наш бубончик нам нужно его связать вот здесь вот и потом вот с этой стороны и наш бубончик будет готов то есть сейчас вот так получилось у нас в принципе на этом этапе можно вот так вот все разровнять хорошенечко и уже вот здесь вот корректировать наши наши кончики вот так вот красиво все это дело как как парикмахер срезать с одной из другой стороны подровнять наши кончики ну вот где-то так потом мы сам бубончик еще подровняем теперь вот так вот пополам и здесь вот ниточкой проденем ниточку и несколько витков сделаем вот что получилось теперь просто вот так вот пополам согнуть и сделать еще обмотать вот где-то здесь и так мои хорошие посмотрите какие бубы бубенчики у нас получились то есть мы сделали вот здесь вот обмотали ниточкой и вот как куколку до головка у куколки и вот здесь я тоже обмотала ниточкой что я сделала потом я уже не стала это в камеру показывать на разделочной доске вот так вот положила бубончик и ножом вот так отрезала подровняла все вот все эти кончики и вот такая прелесть получилось потом той ниточкой которая оставалась у нас от наших шнуров где мы закрывали петли я просто пришила этот бубончик к нашему шнуру и посмотрите какая прелесть у нас получилось благодарю за ваши комментарии к видео где я показывала узор к этому поясу этот пояс может служить и бретели этот пояс можно использовать как ленточное кружево можно таким узором связать жакет платье юбку в общем все зависит от вашей фантазии но мне вчера очень понравился комментарий значит девушка написала на французском я не знаю страну потому что французский язык участвует во многих странах мария нур думаю она услышит свое имя и поймет что я говорю именно они так вот мария написала что ей очень понравилась идея и она использует это для подхвата для штор представляете подхват для штор тоже имеет место и вот с этими бубончиками это вообще просто готовый подхват для штор поэтому берите эту идею мариям себе на вооружение и ваши шторы просто станут королевскими можно использовать другой узор но как сама идея это просто великолепнейшая идея подхвата для штор видите какие мы все разные и сколько разных идей в наших головах и это очень здорово что мы делимся друг с другом и друг у друга учимся благодарю вас мариям нур еще один комментарий был уж простите не помню но по моему там мужское имя может быть эта девушка сидит там под ником уже я не знаю может быть это мужчина занимается рукоделием но был такой комментарий можно использовать как вставку боковую вставку на брюках да почему бы и нет очень хорошая идея на мой взгляд если брюки связать достаточно плотным узором те же теми же столбиками с одним накидом а вот именно боковая часть будет украшена а вот такой вот красивой вставочкой все очень замечательно а теперь мои хорошие я еще хочу поговорить с вами с вами еще об одной идее при помощи вот этой волшебной просто волшебной мельницы до которая стоит копейки на алиэкспресс что-то 500 или 600 рублей я уже не помню ссылочку я оставляла смотрите какие красивые можно делать моменты из этого шнура если связать не обращайте внимание сейчас на этот бубончик допустим его нет если связать шнур допустим разного цвета и выложить вот такой какой-то фантазийный цветок да допустим и потом это все дело использовать в вязание пришить этот цветочек допустим на лицевую ту же лицевую гладь можно вообще не цветок а какие-то фантазийные просто завитки сделать ну это я так вот одной рукой потому что второй рукой снимаю в общем как идея просто великолепно я обязательно обязательно свяжу вот какую-то вещь с использованием этого шнура на мой взгляд очень очень хорошая замечательная идея просто великолепно и ну вот мои хорошие такая вот красота получилась надеюсь вам понравилась эта идея берите на вооружение покупайте мельницу просто рекомендую как хорошую вещь для прекраснейших идей и пока вы ее получите потому что с алиэкспресс иной раз идут товары достаточно долго у меня как раз и к тому времени родится новая идея чтобы связать вот такой шнур при помощи мельницы и связать какую-то очень очень красивую вещь ну вот мои хорошие надеюсь это видео было вам полезным как работать с мельницей основной момент я вам рассказала что ниточка должна идти свободно не должна сразу идти с клубка то есть натяжение должно быть свободным поэтому заранее нужно размотать ниточку из клубка это поверьте очень важный момент я пока это поняла я чуть не сломала свою чудо мельницу ну вот надеюсь вам было интересно со мной благодарю вас за внимание к моему творчеству за то что смотрите рекламу на моем канале для меня это очень хорошая поддержка а на сегодня все всех люблю до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока